итак продолжаем работы над токарным станком значит так по рекомендациям для диване и по технике безопасности гитару закрыл щитком такой кожух этот кожух шел вместе со станком просто у него были оторваны уши я тут по приваривал отриста просто не было уж и я тут же стянки и согнул сделал все подровнял этот кожушок и теперь гитара у нас вся закрыта вторым вопросом по этому станку это многих беспокоит бьющий гуляющий винт гуляющий шкив шкив очень сильно бьет шкив очень сильно бьет здесь видимо люди делали ремонт как умели из подручных средств значит навал шкив набитый через какие-то вот какие-то жестяночки да с консервной банки это не алюминий хотя или алюминий в общем какая-то тут фольга напихано если это же молотком лупилась с такой силой что вот помяла весь шкивок аж школы были да он чугунный наверное не знаю в общем сейчас попытаемся устранить это биение значит каким образом для начала надо просто снять шкив свала так как здесь я нету никаких большого съемника у меня нету чтобы сразу взяться вот за вот этот вид шкив и все остальное да у меня есть вот такой вот съемник с болтиками поэтому все это очень удобно получается единственное что надо под вот эти лапки сейчас вот здесь просверлить отверстие воткнем туда болтики насквозь гаечками прикрутим и попробуем снять шкив значит здесь я уже разметил концентрическую окружность что простояние было примерно одинаково да при помощи циркуля и сейчас засверлим пару отверстий на 10 миллиметров работаем так как мне некому подсказать насколько параллельно я сейчас сверлю эту-то плоскость я вижу вправо-влево а вверх-вниз я не вижу поэтому что просверлил пару миллиметров сделал оборот на 90 градусов я теперь могу поймать соответственно перпендикулярно смотрю в следующей плоскости и так несколько раз сделал здесь скорректировал здесь сделал здесь скорректировал здесь и в среднем у меня отверстие получается не косое это мы просверлили сверлом шестерочкой вот так и Смотрите продолжение в следующей серии. Так, вот такая композиция у нас вышла, пробуем откручивать, сейчас приблизим. Ну вот, шкив благополучно снятый. И мы видим, что у нас тут есть неприятности. У нас есть тут неприятности. У нас расколотый торец шкива, выдавленный, раздавленный металл. Вот так вот. Пошло прям отслоение. То есть этот шкив требует хорошего ремонта. То есть опять же нужен токарный станок, а токарного станка у нас нету, потому что поломанный шкив. Будем думать, что делать дальше. Вот такие дела. Такие дела и такие огорчения. Итак, здесь у нас полопано, поломанное, поэтому оно у нас и гуляло. Чтобы отреставрировать этот шкив родной, нужен токарный станок. Ну а как я могу ремонтировать сам шкив, если он уже снятый с токарного станка? Ну, такая вот дилемма, да? Поэтому я сходил на центральный склад. Вы знаете, у меня там центральный склад есть. Нашел вот такой шкивок. Но этот шкивок у нас меньшего диаметра. Этот шкив у нас диаметром интересным. С одной стороны 20, а с этой 23. То есть это конусный. Раз конусный шкив, это значит с какого-то компрессора. Или зиловский компрессор, ну типа зиловского. Да, или с какого-то холодильника, конусная посадка. Нам не подходит. Был найден вот такой вот шкивок. По диаметру он меньше, но отверстие зато в нем 28 мм. А нам надо ровно 25. Как шкив с диаметром 28 мм поставить на вал с диаметром 25 мм? Все правильно. Надо выточить втулку. Но повторяю, токарный станок-то не работает, разобранный. Поэтому, опять же, порывшись на центральном складе, поковыряв запасы всевозможных трубок, вот нашел грязную, но какую-то трубочку. И по предварительным измерениям у нее стенка как раз 1,5 мм. Это вот, в общем, тонкостенная трубочка, диаметром 1,5 мм, толщину стенки 1,5 мм. То есть как раз то, что нам надо. Единственное, что у нас недостаток, диаметр этой трубы 30 мм, а отверстие 28 мм, не лезет. Значит, что будем делать? Отрежем кусок трубки, вырежем сегмент, тем более нам все равно надо споночный паз поймать. Вырезаем сегмент, забиваем, запрессовываем сюда, и потом забиваем, запрессовываем на токарный станок. Ну, вот такой план действий. Поставив вот этот шкивок через вот такую втулочку на токарный станок, мы его запустим. Шкив у нас одноручевой, то есть на полной нагрузке станок работать не будет, но в сядящем режиме мы тогда сможем восстановить вот этот вот шкивок и поставить его. А если понравится, может быть, просто этот оставим. У нас будут просто чуть-чуть повышенные обороты на шпинделе. Ну, я думаю, никто не обидится. Ну, я думаю, что это не так. Ну, я думаю, что это не так. Ну, я думаю, что это не так. Так, переходим к валу. Надо запрессовать. Но тут тоже есть маленький нюанс. Видать, бывшие ремонтники с такой силой лупили по торцу вала, что его расплескали, а потом его тут напильником спиливали, фасочку. Но даже на ощупь чувствуется, что тут еще буртик остался. Возможно, когда через этот буртик и пробивали тот чугунный шкив, и размолотилось все это. Значит, что сделал. Взял лепестковый кружочек и сейчас аккуратненько попробую это все поправить. Так, ну вот. в принципе, в буртик. Так, ну вот, буртик я убрал. Пойдет. Теперь попробуем собрать шкив. Сейчас сразу глянем проделанный паз на шпонку. В принципе, хорошо садится. Так, ну и сейчас попробуем это туда забить. Ну, над руки идет, как бы, да? Ну, очень плотненько. Поэтому сейчас делаем следующее. Ну, во-первых, смажем посадку наша. Так. Так же смажем это все снутри. Возьмем алюминиевую проставочку и взобьем. Возьмем следующую проставочку. Так, ну вот, забил по глубине. Чтобы он был в одной плоскости там с нижним шкивом на моторе. Так. Ну, сидит довольно плотно. Ну, пока оставляем так. Довольно плотно посадок. сами понимаете, да? Кувалдовая посадка. Я думаю, будет крепко. Ну, есть маленький нюанс. Диаметр шкива меньше. Родного. Сантиметра на два, наверное, да? Соответственно, ремень сейчас не натянутый. Сейчас попробую добраться до вот этих болтиков. Вот этот и там еще один. Пазы, в принципе, там длинные. Сейчас раскручу, попробую натянуть ремень. Ну, вот. Ремешок у нас натянутый. На один ручей. Ну, посмотрим. Сейчас, главное, чтобы у него хватило мощности закрутиться. Так что, на маленьком этом, одна ручьевом шкивке, на вот этом маленьком, одна ручьевом шкиве, у нас станочек заработал. Значит, пока оставляем так. Для чего? Ну, для того, чтобы, когда найдем материал на вот эту новую ступицу, можно было заняться ремонтом этого большого шкивочка. Все-таки, тут два ручья у нас, там на моторе тоже два ручья. Вот, это его родной шкив, то есть обороты до коробки, до всего остального остаются родными. Хотя, я думаю, это не актуально. Если я приобрету когда-нибудь со временем частотник, я буду его явно раскручивать раза в два быстрее, чем надо. Ну, и еще одна причина, почему я прям сейчас не могу расточить этот шкив, у меня нету обратных кулачков. На прямых кулачках его зажать не за что. На распор, на распор вот этими щечками взяться за эту поверхность я не могу, она конушная. Вот этими местами, кулачков обратными, да, щечками, я не могу снутри взяться, потому что вот эти места у нас сделаны на конуш. Вот здесь я вот. Чтобы их проточить, надо взяться за ступицу. Она и одна сторона раздавленная, и вторая сторона тоже разбита, раздавлена, да, то есть как бы побита. Поэтому за что забазироваться? Ну, как вариант, укресел сюда конусом, и может быть он зацентруется, но, повторяю, эта сторона разбита, она вот так боком идет, куда он меня уведет это все. Вот, то есть, пока отложим этот шкив до лучших времен, когда я найду сюда металл, все-таки диаметром миллиметров 100 сюда надо, барабулька. и теперь надо заняться поисками обратных кулачков на такой патрон, если резцы или еще где-то что-то как-то можно, ну, в общем, надо, в общем, надо. пока обойдемся тем шкивочком. Токарь я начинающий, оснастки у меня еще не так уж и много, вернее, как, токарь-то я уже старенький, но дома у меня как бы оснастки маловато, да, тем более к этому станку ее вообще у меня еще нету, надо будет искать, подыскивать. Ну, вот, кстати, могу попасаться первой токарной работой изготовления ключа для патрона. То есть, токарный станок сам себе уже сделал вот такой ключик. Ну, а сейчас попробуем проверить, а какую же стружку он может взять все-таки. Там в комментариях целый диск расписался. Какую максимальную стружку он может взять с розетки в 220 вольт. Попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и так, что мы видим? Мы видим, что у нас стоит 49-я труба 49-я труба и стенка в этой трубе у нас 4 мм Вот она Ну, да, 3,8 Ну, в общем, 4 мм Как видели, толщину стружки за один проход резец вполне успешно себе снимает Вот такая вот Так что, для моих огораженных нужд мне на сделке работать не надо Я думаю, для моих гаражных нужд Такого съема стружки мне хватит даже с головой Ну вот, пока весь так Будем считать, что ремонт шкива у нас прошел успешно Ну, пока все Ладно, еще раз всем привет Всем токарям привет Всем начинающим токарям привет Всем хорошим токарям тоже большой привет Ну и всем моим подписчикам и всем друзьям знакомым Всех с Новым Годом Здоровья и успехов Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok